Привет, привет! Доброе утро! Сейчас у нас 20 минут седьмого. Сашеньку провожаю на работу. Ну-ка, Сашенька, расскажи быстренько вкратце о своей работе. Весело, интересно. Катаешься, смотришь, вокруг дилеммы ездишь. Ну и все такое, потом расскажи подробно. Так интересно. Покажи свою куртку, какая у тебя куртка. Да, да. Это ж такая у меня. Мне уже выходить скоро. Он уже одевается. Через 5 минут. Через 5 минут выходить в половину. Я буду будить деток. Собирать в школу, в садике, отвозить. Потом приеду. И трудимся. Расскажу вам про свою работу. Вот так. Работник. Работник месяц. Как спонжбобби. Так, ну все, я уже дома. Немножко запыханная. Но уже поднялась. Уже белье собрала. Вот время сейчас пол девятого. Я где-то тут была. Короче, вышли мы. Изабельку я отвела в 7.05, в 7.10. Вот так вот. С Климушкой и Ермачком мы где-то вышли в 25 минут. Климушку проводили до остановки. Потом мы поехали в 15 минут. Девятого я уже была дома. Потом пошла в подвале, собрала белье. Я сейчас белье сушу только в подвале. Так как сейчас у нас весна. И кто долго меня смотрит. В прошлом году я вам говорила, что у нас, когда начинается потепление, начинается в зале по подоконнику бегать муравьи. Где-то они в доме живут. Может быть даже где-то под полом. Потому что где-то в некоторых местах пол как-то, знаете, это паркет. Но он где-то в некоторых местах хрустит. Вот. Мы когда заезжали нас, хозяева об этом предупреждали, что три месяца, это получается март, апрель, до мая, где-то может быть еще мая захватим. Всегда по-разному. Вот. Но два-три месяца муравьи будут. И поэтому нужно покупать вот такие вот типа рейда ловушки. Для того, чтобы они туда запекали, ели, травились там. Короче, вы меня понимаете. Вот. У нас позавчера было плюс 16 градусов. И я обнаружила, что у нас начали бегать муравьи. И быстренько-быстренько заказала на eBay отраву. И она где-то придет 8-го и 10-го. Но сегодня у нас дожди. Какой прохладный. Муравьев сегодня нет. Они скрылись. Это хорошо. Вот. Сегодня уже 6-ое число. Так что, думаю, что послезавтра уже должны прийти эти ловушки. Мы их поставим. И когда, кстати, вот, я говорю, вот каждый год пользуемся одними и теми же. Вернее, мы уже тут второй год. Первый год мы пользовались этими ловушками. Прям очень-очень классно. Их поставил. И муравьев вообще не видно. Их вообще не видишь. Я даже не знаю, когда они туда запекают, когда они оттуда выпекают. Но их вообще не видать. Вот. Теперь хочу быстро поотвечать на ваши вопросы. Потом пойду завтракать. Немножко убираться. И опять скоро мне надо будет ехать за ермачком. Потом обратно забирать Изабель. Там уже приедут Саша с климушкой. Но так как хорошо, что я обед вчера приготовила. Приготовила борщ. Приготовила еще и плов на второй. Кто что будет есть, то и будет. Готовить сегодня мне не надо. Только уборка. Вот. Так. Айгерим Нуранова задала такой вопрос. Оля, здравствуйте. Интересно узнать, у вас есть соседи? Да, у нас есть соседи. Под низом у нас находится праксис. Там получается лечебная ортопедия, лечебная гимнастика, все такое. И над нами живет Сашин брат и живут вьетнамцы. Но они как живут? Они постоянно меняются. Может быть на 2-3 месяца одни заезжают, потом другие заезжают, потом третьи заезжают. И постоянно вот так вот они меняются. И самое интересное то, что там, конечно, квартира все сдается с мебелью на двушка. И самое интересное то, что после каждого, как выезжают эти вьетнамцы, приезжает фирма. Фирма по уборке, видать, квартиры. Они там все вычищают, вымывают, потому что заносит такой огромный-огромный короб. Там куча-куча-куча принадлежностей. Все там вымывают, заезжают другие. До этого там жили турки. Очень хорошая семейная пара. Они тут родились. И муж, и жена, и у них дети. У нас дети вместе ходят в садик. Очень хорошие они построили себе дом. И сейчас туда переехали. Тоже где-то неподалеку от нас живут. Так, ну поехали дальше. Так, Ирина 31 задала такой вопрос. Оля, посылка для ребенка хорошая. И сколько вышло килограмм у вас? Эта посылка вышла 14 килограмм. И вытянула она на 47 евро. Вот. Если Изабель дадут гражданство, она тоже полетит в Казахстан. Я прям надеюсь, если ей дадут гражданство, я ее обязательно с собой возьму. Надеюсь, еще будут билеты на нее. Вот. Но хочу сказать так, что нам позвонила женщина знакомая, которая нам очень-очень хорошо помогает в этом деле. По поводу Изабель. Она как вот начала нам помогать, так до сих пор помогает. И она сказала, что в Лангкрасе сказали, что на этой неделе нам нужно ждать письмо с термином. Когда это будет термин, не знаю о том, что Казахстан так и не ответил ни на одно из писем, ни на первое, ни на второе, ни на третье. И она уже будет вносить какое-то свое решение по этому поводу. Будем надеяться, будем держать кулачки, пальчики, чтобы Изабель дали немецкое гражданство. Не помню, кто-то мне писал по поводу того, что нужно обратиться в МИД Казахстана по поводу Изабель гражданства, чтобы ей дали казахское. Вы только поймите, что мы же сюда приехали жить, мы же не приехали сюда просто временно пожить и потом обратно вернуться нам. А ну зачем казахское? Если мы уже сюда приехали жить, пусть оно уже будет немецкое гражданство. Так как, чтобы потом от казахского отказаться, надо деньги заплатить. Потом еще ждать около года, пока немецкое тебе дадут и все-все-все, это очень-очень много затрат денег. Так как, когда я буду принимать немецкое гражданство, вместе со мной же будут принимать немецкое гражданство дети. Вот и посчитайте. Мне отказаться, Климу отказаться, Ермаку отказаться от казахского гражданства, это уже накладно. А если еще Изабель будет, это вообще будет. Я не знаю. Ну, пока мы не спешим отказываться, пока мы не хотим отказываться. Пусть оно как идет, так и идет. Следующий вопрос. Так, Вероника задала мне такой вопрос. Оля, привет! А ты не думала повесить на окна какие-нибудь шторы или тюль? Мне кажется, будет намного уютнее. Да, мне тоже это кажется и очень давно кажется. Еще казалось при переезде. Вот. В зале у нас висят только ламбрикены. Мы их заказали у моей сестры троюродной. Мама все закупила. Купила тюль, купила фурнитуру для тюлей. Для тюлей сделали ламбрикены. Я, котик, оно так повисело, повисело, повисело. Просто мы хотели, конечно, тоже тюль, но оно же все объемкое, оно же все весит. И поэтому я думаю, что я летом поеду в Кустанай, и я оттуда привезу тюль. Именно такую же тюль, которая идет на ламбрикенах, чтобы, знаете, ничем оно не отличалось. И, конечно же, надо повесить климушки, повесить нам в спальню, повесить в детскую. Это надо, это все надо. И я знаю, что это будет только уютнее только. И, конечно, хотела бы я еще обои поклеить. Почему-то все равно я не могу привыкнуть к стенам под покраску. Не знаю, не могу. Так, и самый-самый-самый-самый-самый главный вопрос, который вы мне задавали все. Глеб задал, Оля, а где ты работаешь? Потом Ольга задала мне, Оля, привет. Я что-то пропустила, ты сказала, что ты вышла на работу, если не секрет, на какую. Потом Елена с Одессы задала, Оля, правильно я поняла, ты работаешь, можно в деталях. Потом Томми, Оля, привет, а где ты работаешь? Я что-то пропустила. Так, ты говорила про свою работу, расскажи, пожалуйста, подробности, род деятельности, зарплата и так далее. И мне там еще кто-то задавал вопрос. Вас тоже выгнали на работу? Я отвечу вам так, меня никто не выгонял на работу. Мне просто предложили эту работу, просто знакомая мне предложила. Оля, ты не хочешь выйти на пару дней в неделю поработать? Я сказала, а куда? Да, конечно, я очень-очень хочу. Дома как-то неохота сидеть. И я согласилась и пошла. На той неделе у меня был первый день и второй день моей работы. Я работаю всего лишь два дня в неделю. Так как вы знаете, что мы сидим на социале и нам можно зарабатывать только 120 евро в месяц. Никак не больше. Потому что мы идем на хардс 4. За два дня в неделю я буду зарабатывать, конечно, евро 300. Ну, чуть-чуть меньше, да. Ну, порядком. Получается, я работаю в четверг, я работаю в пятницу, работаю я по 4 часа. То есть с 8 часов до 12 часов я развожу и везу Изабель, потом везу Ермака, потом возвращаюсь обратно. Работаю я в Реальшуле. Вот, мне предложили это место. Там проходят интеграционные курсы. Там нет ни поздних переселенцев, никого. Там идут только одни беженцы. И вот у них есть у всех маленькие дети. И я подрабатываю как тага-смотр. То есть мама на день. Вот, 4 часа. Каждый час оплачивается 8, по-моему, 49... 8 евро 49 центов, по-моему, так. Или 8, 8, 7, ну что-то такое. Короче, до 9. Вот, для меня, в принципе, это не важно. Все равно мне можно зарабатывать только 120. А если так посчитать, даже если по 9 посчитаемы, то я зарабатываю только за 1 день в неделю, за 4 раза в месяц. Я зарабатываю 140 евро. То есть у меня оставшуюся сумму просто будет все равно мне забирать. Но у меня спрашивали, Оля, как ты хочешь на 1 день в неделю пойти или на 2 дня в неделю пойти? Я сказала, да, без проблем. Я могу и на 2 дня в неделю пойти. Потому что я считаю, что там работают немки. И как-то, чтобы не потерять язык, как-то начать с ними разговаривать. Кого-то я понимаю хорошо, кого-то я так, знаете, 50 на 50, кого-то 30 понимаю, 70 не понимаю. Потому что очень-очень-очень много непонятных слов. Я таких слов даже знать не знаю. Но я думаю, что главное куда-то пойти, главное начать с кем-то разговаривать. Плюс при том, что я начинаю разговаривать с детьми, стараться на немецком, я стараюсь разговаривать на переменах с преподавателями, которые там ведут эти интеграционные курсы. Первый день, конечно, когда мне завалили вопросами, каждый из преподавателей мне позадавал кучу-кучу-кучу-кучу-кучу вопросов. Также каждая мамочка пытается что-то, но они, понятное дело, не могут разговаривать, неплохо говорят. Но я стараюсь, стараюсь хоть как-нибудь, хоть на ломаном немецком, но стараюсь хоть по чуть-чуть разговаривать. Так что я работаю два дня в неделю, потом скажу вам точно, не знаю, 8, по-моему, 8.49 в час, работаю 4 часа, работаю мамой на час. Что касаемо детей. Детей там бывает 10, бывает 13, бывает 15. В основном это все дети груднички. То есть от 4 месяцев, 4 месяцев, 5 месяцев, 6 месяцев. Только 2-3 детей, наверное, возраста 2,5 года. А так есть годик, есть полтора. Но в основном они все маленькие, все, которые не могут не сидеть толком еще. Только-только-только все с бутылочками, надо качать, надо играть, надо... Не знаю, мне кажется, это в принципе это мое, я могу этим заниматься. У меня женщины, которые работают там, они мне постоянно спрашивают, Оля, как же они у тебя так засыпают быстро? Я не знаю. У меня Саша говорит, а ты им отвечай. Они просто меня боятся, поэтому они закрывают глаза и засыпают. Вот. Так что, надеюсь, ответила я на ваши вопросы. Сейчас побегу я завтракать. Все те, кто кушает, всем приятного-приятного аппетита. И увидимся чуть позже. Всем пока-пока!